Мир вам, уважаемые христиане, уважаемые друзья! Слава Богу за жизнь и за обетование вечной жизни в Иисусе Христе, Господе и Спасителе нашим! Сегодня, когда мы живем в неопределенности, нас пугает пандемия, политики не могут договориться о будущем нашей планеты, природные катаклизмы угрожающе развиваются с каждым годом, моральные падения уже угрожают не только нам, но и нашим детям. Мы, естественно, ищем ответы. И для многих людей очень важным авторитетом в делах нынешних и в делах будущего можно найти ответы в Священном Писании. И особенно сегодня важна книга и востребована книга Откровения или Апокалипсис. Я приглашаю вместе со мной открыть Священное Писание, действительно, книга Откровения, 14 глава, и мы прочтем шестой текст. «И увидели другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». «Увидел ангела летящего». Ангел – это посланник с небес. Ангел приходит иногда с доброй вестью, иногда с вестью предупреждения или даже предостережения. Кто такие ангелы? Если вы помните, посланник евреям, 1 главе, 14 стих написано, что ангелы – это служебные духи, которых Господь посылает к тем, которые должны наследовать спасение. Итак, наш Господь Бог имеет конкретную и прямую связь с жителями земли, и Он посылает ангелов. Ангелы иногда напрямую говорили с людьми, другой раз через пророков говорили, другой раз обращались совершенно разными способами. Ангелы иногда приходили под видом действительно ангела света, другой раз или чаще всего они приходили в виде обычных людей, обычных прохожих, обычных путешественников, и мы таких немало встречаем в Священном Писании. Мы также знаем из Священного Писания, что ангелы делятся на две группы. Одна – ангелы света, ангелы Божьи, другая – ангелы, которые ушли от Бога вместе с дьяволом. Об ангелах Божьих мы читаем, что они светлые, что они добрые, что они спасают людей и помогают людям. Об ангелах сатаны мы знаем, что они темные, что они злые. Иногда их Священное Писание называет бесами, которые, к сожалению, только зло творят, и их ожидает злая участь и погибель. О добрых ангелах мы еще читаем о том, что они делятся на две группы, по крайней мере, то, что мы знаем. Это Херувимы и Серафимы. Конечно, можно говорить о специфике каждой группы ангелов, но это не тема сегодняшнего нашего разговора. Мы понимаем, что ангелы, они служат Господу, служат людям для того, чтобы когда-то соединить земную и небесную семью, и чтобы ничего уже не разделяло нас. Мы в Священном Писании находим немало историй о том, как ангелы приходили к людям. Может быть, одна из известных и памятных нам это когда ангелы приходили к Авраам. И это было не единожды. И отметим, что они тоже пришли под видом обычных путников. Еще одно необычное такое свидание с ангелами это было у патриарха Якова. Когда он убегал от своего брата, когда ночевал где-то в лесу, дрожа от страха, и все-таки он уснул на камне вместо подушки, и Господь пришел к нему необычным способом, необычным образом, чтобы ободрить его. Это во сне, и это была лестница, по которой ангелы от земли до небес ходили и не сходили. Я думаю, это было сильнейшее ободрение для Якова, потому что утром он сказал, «Я и не знал, что это место, где находится Господь и его ангелы». Мы можем также отметить немало случаев, когда ангелы приходили к конкретным личностям, как, например, к Гедеону или к родителям Самсона или к матери, будущей матери Иисуса Христа, когда ангел пришел и сказал ей добрую весть о том, что она станет матерью Спасителя или Мессии. Вывод, какой мы делаем отсюда, что ангелы приходят, чтобы спасти. Ангелы приходят для того, чтобы принести эту весть спасения. У каждого из нас или у наших друзей есть свои истории про чудесные избавления или избавления, когда рядом или ангелы были, или люди были, через которые Господь, как через ангелов, спасал нас. Я приглашаю открыть вместе с нами Священное Писание. Это книга «Бытие», 19 глава. И здесь описана тоже одна конкретная история об ангелах и о том служении, которое они совершили. Читаем следующее. «И пришли в те дни два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел их и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и поночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Они сказали, «Нет, мы ночуем на улице», но он сильно упрашивал их. Итак, мы видим, что эти ангелы, два ангела, под видом путников пришли к Содому. Не видно, чтобы там были другие жители Содома, которые встречали бы путников. Но мы понимаем, что Лот был верующим человеком, и он, подобно Аврааму, он был воспитан в библейском духе, в духе гостеприимства. И даже в Новом Завете вспоминается, что некоторые оказали, не зная этого, гостеприимство ангела. Итак, Лот сидел у ворот, он смотрел, кто к вечеру приходит, потому что ворота, очевидно, закрывались, и он пригласил настойчиво этих путников зайти к нему в дом, чтобы там переночевать, чтобы там поесть и продолжить затем свой путь. Мы помним, как дальше развивались события, что когда эти люди вошли в дом к Лоту, чуть позже там собралась большая толпа, которые совершенно греховным образом требовали, чтобы эти гости вышли и они познали их или совокупили с ними. Это сегодня также коробит нас от своего беззакония. Но по тем временам, наверное, это было не менее беззаконно, поэтому Лот вышел, упрашивал их оставить в покое, это мои гости, они под моей крышей, но жители сказали, ты сам пришелец, не командуй здесь, поэтому не вводи свои правила, мы хотим делать то, что мы хотим. И тогда ангелы проявили свою силу, они забрали Лота внутрь дома, они поразили жителей слепотой. Но и сейчас, смотрите, ангелы пришли не губить, а спасать. Поэтому они сказали Лоту, сейчас ты можешь не бояться, потому что они слепы, иди на улицу и скажи тем родным, которых ты имеешь здесь. Ну, мы читаем, что это были зятья Лота, видно, у него были только дочери. И он обратился к ним, пожалуйста, выходите, потому что город к утру погибнет. Но им показалось, что он шутит, то ли он действительно шутил, и они не знали, в чем разница. Или это была настолько невероятная весть, что они не могли в нее поверить и говорить, да ладно, какой конец света придет, все будет хорошо, мы так живем, мы так будем жить дальше. Но, вы знаете, время благодати иногда имеет свойство закрываться, дверь благодати может закрыться. И вот мы читаем далее, что эти путники или ангелы, они взяли Лота, его жену, его двух дочерей, и так силком даже вытащили из города и сказали, убегай, спасайся на гору, потому что город погибнет, и не оглядывайся назад. Конечно, мы помним эту историю еще из-за того, что жена Лота все-таки оглянулась и стала соляным столбом, стала памятником, который мы ищем до сегодняшнего дня. Лот был спасен, город был сожжен огнем. И все-таки я задаюсь вопросом, для чего приходили ангелы? Если бы они хотели просто уничтожить город, то они не приходили бы ни к Аврааму, они не приходили бы к Лоту, просто упал бы огонь с неба и все уничтожил. Но, как сказал правильно Авраам, Боже, Ты такой Бог, который не можешь уничтожить праведного с нечестивыми. Поэтому, если там будут праведники, пощади город. И Господь дал обещание, что если будут десять праведников, мы город не уничтожим. Но оказалось, что там даже и пяти не было. Поэтому город получил свою участь, которую он избрал, а Лот был спасен. Поэтому, чтобы спасти Лота, спасти вот этих нескольких несчастных людей, которые, очевидно, томились в этой нечестивой среде, Господь послал этих ангелов. Так что, ангелы, когда приходят, у них особенная цель. Им нужно спасти людей, предупредить людей, вытащить людей из этого места, которое обречено на погибель. И даже если бы в тот момент зятья Лота, даже среди тех беззаконников, где они находились, они могли быть спасены. Поэтому мы и говорим, что веруй и спасешься. Но, оказывается, не все люди, и далеко не все люди, если на примере Содома, готовы услышать голос Божий. К сожалению, большинство идут накатанным путем и не обращают внимания на Божье предостережение. Мы к этому еще вернемся, потому что ангел, который мы читаем в книге Откровения, который летел посередине неба, он тоже имеет особую весть, и это весть спасения, мы об этом будем говорить, но далеко не все люди готовы эту весть услышать и принять или поверить. Я понимаю, что у вас есть свои истории, когда вам ангелы или люди помогли избежать погибели или избежать очень плохих обстоятельств. Я хочу поделиться моей историей, потому что, вы знаете, каждая история, она остается у нас, и она остается напоминанием о том, как Бог проявил себя в жизни. Мне было 14 лет, это была поздняя осень, в тот день был сильный дождь, был сильный ветер, и я с моим другом шли вместе окольными путями, потому что было очень грязно, на улице вода где-то. И вот когда мы уже ушли со школы, проходя мимо забора школьного, мы увидели провод с электрического столба, который был оборван и лежал на заборе на каких-то ветках. Мой друг Коля, он был сыном электрика и немножко понимал, и он задал такой вопрос, а интересно, в этом электрическом проводе есть электричество или нет. И он попытался дотянуться, но поскольку он был очень низенького роста, то он не смог дотянуться через забор к этому проводу, который лежал с той стороны на ветках. И я, ничего не понимая в этом или ничего не думая, я был чуть повыше ростом, я резко протянул мою руку, я взял провод и пытался приблизить его, чтобы Коля попробовал есть там электричество или нет. Естественно, я потерял сознание, я был отброшен на середину улицы, в грязь, но провод никак не выходил из моих рук, потому что как магнитом он прижал мою руку и мое сознание где-то далеко-далеко ушло, и я едва понимал, что происходит. и понимая, что я не могу освободить эту руку, я взялся другой рукой, чтобы эту разжать и выпустить провод. Но оказалось, что как только я приблизил вторую руку к проводу, она также немедленно была схвачена этим электрическим полем, рука была намертво, скажем, парализована, закреплена к проводу, и я не смог ничего сделать. Мой друг понимал, оказывается, что нельзя меня касаться, потому что его тоже током ударит, и он пытался своей сумкой выбить провод из моих рук, но у него ничего не получилось. И тогда он вернулся в школу. На счастье, в школе еще было несколько учителей, и за одной учительницей пришел ее муж, принес ей зонтик, там плащ, потому что был сильный ветер и дождь, и Коля сказал вот так и так, и этот мужчина, который пришел за своей женой, за учительницей, он прибежал, а он был секретарем партийной организации в нашем колхозе, и он знал, очевидно, что необходимо делать, и оторвал меня от этого провода. Конечно, потом, когда я уже пришел в себя, я увидел, что у меня и одна рука, и вторая, которые касались провода, были обгоревшими, как будто их жарили на сковородке. Он со своей женой отвели меня домой, и потом в течение двух недель я находился между жизнью и смертью, потому что я терял сознание, то приходил в сознание, то опять терял, и только через две недели, когда к нам в дом пришли друзья, гости пришли, это было в пятницу вечером, они пели, молились, и слабость оставила меня, и я смог уже начать восстанавливаться. можно думать, что это случайность, но для меня это был ангел, хоть он и был партийным человеком, или может быть даже неверующим человеком, я не могу судить, но Бог послал его, чтобы спасти меня от верной смерти. Ангелы и сегодня находятся вокруг нас. Ангелы сегодня стараются принести нам спасение, облегчение и направить нас к нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу. Но давайте вернемся к откровению в шестой главе. Здесь написано, и увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Мы видим, что ангел обращается к всем жителям земли, поскольку он летит посередине земли. И если раньше мы встречали, что ангелы приходили к личностям отдельным, или приходили к небольшой группе людей, то в данном случае ангел летит посередине неба, чтобы быть доступным для всех жителей земли. И здесь даже уточняется, чтобы благовествовать и всякому племени, колену, и языку, и народу. То есть служение ангела в данном случае распространяется на весь мир и касается каждой группы, каждой страны, и каждого языка, и народа. в руке у ангела мы читаем здесь вечное Евангелие. Мы встречаем еще несколько выражений о вечном. Написано также, что любовью вечную я возлюбил тебя. Вечное Евангелие, вечная Божья любовь. Мы также можем отметить, что есть еще огонь вечный к тем, которые отвергают Бога. И еще есть жизнь вечная тем, которые принимают Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я думаю, что таким самым коротким и самым ярким выражением, которое говорит о вечном Евангелии, записано словами Иисуса Христа в Евангелии Теана 3, 16. И мы многие хорошо знаем этот текст на память. Написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что такое Евангелие? Бог любит нас и ради нас отдал Своего Сына. Сын любит нас и ради нас отдал Свою жизнь. Верующий, который отдает себя Иисусу Христу Христу и Богу он имеет жизнь вечную. Тот человек, который уходит от Бога или отвергает Бога, он идет в погибель. Поэтому огонь вечный и погибель были предназначены прежде для дьявола и ангелов его. Фактически туда попадут люди, которые или будут на стороне дьявола, или которые не захотят с ним распрощаться. Вечное Евангелие было проповедано Адаму и Еве. Вечное Евангелие было проповедано сыновьям Адама и Евы, Каину и Авелю. И вот здесь мы видим опять возможность выбора, потому что Каин избрал уйти от Бога, а Авель избрал служить Богу. И такое разделение происходит до сегодняшнего дня. Мы читаем книги Деяния Апостолов о том, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Таким образом, мы видим, что Иисус Христос в вечной Евангелии, оно может быть не желая того, делит людей на две группы. На группу людей, которые к Господу приближаются и на группу людей, которые уходят от Него, как когда-то Каин ушел в сторону. Последнее предупреждение миру, которое звучит в книге Откровения, это фактически весть надежды, это весть спасения, это весть вечного Евангелия. Господь не говорит о том, что я пришел уничтожить вас. Нет, ангел передает вечное Евангелие. Бог желает спасти человека. Иисус умер за грешника. Иисус забирает грехи наши, чтобы подарить нам жизнь вечную. Тот, кто принимает Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, который отвергает, теряет жизнь вечную. Но еще остается вопрос, действительно ли ангелы с неба будут приходить, летать посередине земли, чтобы проповедовать весть спасения. Да, ангелы с удовольствием бы это сделали, но, вы знаете, хочу напомнить вам текст Откровения 22 глава и 17 текст. Здесь сказано нечто, что касается каждого из нас фактически. Смотрите. И дух, и невеста говорят приди, и слышавший да скажет приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Дух Божий и невеста, то есть церковь говорят приди. Следующее, и слышавший да скажет приди. То есть каждый верующий, слышащий вечное Евангелие, принимающий Иисуса Христа своим спасителем, он тоже может стать ангелом для своих ближних. И таким образом, не ангел с неба придет проповедовать Евангелие, вечное Евангелие, а мы жители земли, уверовавшие, принявшие Иисуса Христа, становящиеся на сторону Бога, мы становимся ангелом, проповедующим эту трехангельскую весть. Молитесь о людях, помогайте, читайте вместе с ними священные писания, Евангелие, приглашайте людей в церковь, используйте интернет для того, чтобы пересылать своим друзьям духовные вещи, духовные проповеди, духовные песни, чтобы мы таким образом могли изучить, что же говорит вечное Евангелие о нынешней и будущей вечной жизни. Как мы видели, иногда дверь благодати может неожиданно, или нам кажется, что неожиданно закрыться, как это было до потопного миру, как было в Содоме и Гоморре. Но никогда Бог не закрывает дверь благодати, пока не предоставит людям весть спасения. Поэтому сегодня мир действительно катится к своему концу, но Бог озабочен спасением людей, поэтому церковь, каждый верующий сегодня, мы можем сделать эту работу. И в завершении хочу напомнить тоже очень хороший пример того, как работают ангелы. Мы читаем книги Деяния апостолов о том, что однажды ангел пришел к Филиппу, который был благовестником и который имел хороший успех в Самаре. И ангел пришел к нему и говорит, иди на другую дорогу, та, которая пуста, и жди там кого-то. Может быть, Филипп удивился, может быть, нет, он, наверное, привык к Бога слушаться, и, возможно, не первый опыт имел с ангелом. Он узнал, услышал, понял и повиновался. И он пошел на эту дорогу, там встретил Евнуха, который был из другой стороны и который читал книгу пророка Исаии, Евангелия Ветхого Завета. И они встретились, они поговорили, Филипп объяснил ему, настолько хорошо объяснил, что Евнух, когда они приблизились к воде, сказал, а можно ли мне креститься, поскольку я верую, что Иисус есть мой Господь. И Филипп сказал, да, если веруешь, что Иисус есть Христос, Спаситель, то можно. И когда он крестился, написано дальше, ангел взял его и переместил в другое место. Ангелы участвуют в деле спасения людей, но ангелы в первую очередь желают нас пригласить, потому что человек человеку от сердца к сердцу намного лучше передаст эту вещь спасения, передаст своим опытом, своим переживанием, своим сердцем. Поэтому, дорогие друзья, сегодня, когда мы действительно ощущаем, что мир весь в смятении и трясется, как осиновый лист, мы понимаем, что мы должны что-то сделать. Мы должны сами приготовиться и помочь другим приготовиться к завершению истории греха или истории спасения и к началу Царствия Божьего. Пусть благословит вас Господь и пусть поможет вам самим принять это Евангелие, которое ангелы с неба передают нам и стать ангелом для других людей, чтобы не только мы, но и множество других из всякого племени, колена, языка и народа могли оказаться в вечном Царствии Божьем. Да благословит всех нас Господь и да поможет нам сотрудничать с ангелами для спасения людей. И Господь скоро вернется, чтобы взять нас к себе, потому что Он приготовил жизнь вечную и Царствие вечное для всех любящих Его. Да благословит Господь всех желающих и трудящихся во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа благодарим Тебя за время благодати. Благодарим Тебя за то, что мы узнали, что Иисус наш Спаситель. Благодарим Тебя за то, что это вечное Евангелие не сокрыто, а наоборот открыто, и ангел несет его посередине неба, чтобы оно стало доступно всем живущим на земле. Мы благодарим Тебя за жертву на Голговском кресте и за то, что грехи наши омыты, и у нас появилась надежда на жизнь вечную, на спасение, на возвращение в потерянный рай. Господь, благослови нас крепко держаться этого обетования, этого Евангелия. Благослови нас также понести это Евангелие нашим ближним, чтобы когда Ты придешь, и мы, и те, кого мы любим, все мы были в Царстве Твоем. Благослови, Господь, всех, кто проповедует. Благослови тех, которые изучают Священные Писания. Благослови тех, которые сомневаются еще. Дай им, Господи, обильную меру Духа Святого, чтобы они услышали Твой голос и могли принять его, как это сделал Евнух, который услышал весть спасения. Благослови нас, Господи, дай нам здоровье, дай нам разумение, как справляться с ежедневными обязанностями, и помнить, что мы призваны вместе с ангелами проповедовать вечное Евангелие, и Ты скоро придешь, и мы хотим к этому приготовиться во имя Иисуса Христа. Аминь.